Друзья, сегодня мы с вами поговорим о энергоемкой видеокарточке RTX 3090 Ti с двумя 12-контактными разъемами и вы для себя поймете, а нужна ли данная видеокарточка в принципе. Салют пипл, с вами Хьюман, минус один манер и минус один перекрыт, и естественно, по традиции, как всегда гладочек полезный и вкусный информации для вас. Погнали. Ранее я вам говорил, что RTX 3090 Ti станет одна из самых мощных и самых дорогих видеокарточек флагманов в целом за всю историю. И это так, но на этом не все, но нынче я вам 100% готов сказать, что это будет самая, самая энергоемкая видеокарточка в истории. Утечка подробностей пользовательской видеокарты от Евго под названием Kingpin у нас будет потреблять 1275 Ватт, все просто потому что у нее будет два двухконтактных разъема, ну разъема питания, естественно. Данная информация у нас, ребятки, просочилась из форумов Квазарзон от человечка под никнеймом Харукзе. Да, именно там опубликовалась первая информация о видеокарточке RTX 3090 Ti. Но, слово ради, стоит сказать, что видеокарта именно от Евго будет обладать совсем другим дизайном. Причем начиная с печатной платы, которая условно изменена полностью, так и собственно кожух, которым она будет покрыта. А это говорит нам о том, что были изменены как силовые схемы, так и разъемы. Более того, Евго уже перешла от 3-х 8-ми контактных разъемов питания на 2-12 контактных, а это вообще-то уже стандарт 5-го поколения, то бишь Ген-5. И вот, из ранних утечек информации мы с вами должны помнить одну главную вещь, что один 12-й контактный разъем питания потребляет порядка 600 Вт, поскольку здесь у нас их будет 2, это уже 1200, и поскольку карточка стоит где? Правильно, в PCI-Express слот, плюс 75 Вт, в итоге видеокарта способна, ну как минимум на бумаге в теории потреблять 1275 Вт. Это только одна видеокарта. Так что да, потребуется значительное охлаждение, причем это одна из причин, почему изменили как раз таки кожух вокруг всей платы. Ну а учитывая, что сам дизайн Kingpin и раньше был таким массивным, ну вы понимаете теперь, каким он будет сейчас. Ну и судя по всему, данная видеокарточка даже без той ценовой вакханалии, которая сейчас творится на IT-линке, что с видеокартами, что с другой периферии, ну будет стоить явно дорого. Более того, уже была информация, что RTX 3090 не TI-ку перестанут производить, то есть останется только 390 Ti. Но это явно будет не скоро, потому что хоть Евга и изменила печатную плату под себя, под свои нужды, как им это удобно, они все еще ее тестируют, поэтому ждать видеокарточку раньше, чем март 2022 года, это на данном этапе месяца 2-3, так вот не стоит, то есть 2-3 месяца, ну быть может они не хотят повторить предыдущую историю с RTX 3090, когда ты запускаешь игру New World, а видеокарточка 3090 просто плавится, горит и дымит, и потом просто не работает. Ну я конечно шучу, но тем не менее они уже на горьком опыте испытали подобный опыт. Так что 3090 Ti, Евга, Kingpin не раньше марта 2022 года. Кстати, ребят, для тех кто вдруг владеет 3090 и решит обновиться на 3090 Ti, я вас могу немного расстроить, особенно если у вас водоблоки, тот же Hydro Copper, к сожалению из-за измененной печатной платы вы не сможете старую водянку поставить на новую 3090 Ti, ну то есть с 3090 на 3090 Ti никак, к сожалению. Что касается спецификаций, вдруг вы не знаете или запамятовали, я вам быстренько напомню, 3090 Titanium будет естественно обладать полным ядром GA102. На борту у нас будет есть 10752 Q до ядра, 24 гигабайта видеопамяти GDDR6X, причем эта память будет работать даже лучше и быстрее, потому что теперь у нас там внутри микрон. Эти улучшенные матрицы способны нам развить скорость до 20 гигабит в секунду, но тем не менее, как бы красиво все это не звучало, общий профит, сравнивая с 3090 составит всего лишь плюс 5%, как оно там будет в игровой индустрии и в программных задачах, это конечно нужно проверять, может быть процент будет и выше, но тем не менее, пока что так, пока что на бумажке 5%. Цена же, цена, 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 самое интересное, только не смейтесь. В RRC, да, это что-то нечто мифическое уже, но тем не менее, она будет стоить 1500 долларов, но вы смело умножаете я думаю на 2 минимум, то есть трешка, думаю зелени с 3090 Айлод, примерно так она и будет. Не могу не сказать за TDP, которая будет составлять у нас 450 Ватт, это на 50 больше, чем в 3090, а учитывая, что у нас ваттаж повыше, следовательно, мы можем увидеть увеличение частоты самой видеокарты и видеопамяти. И более того, мы даже можем ожидать абсолютно новый уже разъем питания, который будет обладать форм-фактором микрофит. Так что да, в общем, новый 16 контактный разъем питания будет работать у нас уже под PCI Express 5.0. Но самое главное различие с той же 3090 то, что в нее добавлены модули уже памяти по 2 ГБ, да, объем 2 ГБ, GDDR6X, и если сравнивать с 3090 Ti, в котором были по 1 ГБ, они были размещены на печатной плате как на лицевой стороне, так и на задней, и как раз таки из-за этого температура может быть выше. Да, в данном случае, поскольку у нас все умещается в два раза меньше, потому что 2 ГБ, а не один, все это будет на лицевой стороне, и это должно позволить снизить вам температуру. Причем как на самой печатной плате, так и в памяти, а это большой плюс. И кстати, раз мы заговорили за данную тему, то не только в 3090 Ti будет такое обновление, так же ожидается и в 3070 Ti. В итоге, наличие микросхем памяти в 20-21 ГБит в секунду даст нам пропускную способность в 1 ТБ в секунду. В общем, ждем подробностей на CES 2022, он будет вот-вот на днях, во всяком случае в день, когда я снимаю этот ролик, ну а видеокарточку как официальный анонс и выход мы ждем уже 27 января. Ожидаем, посмотрим, чего там получится, хотелось бы протестить, если попадется мне в ручки, хотя, блин, надо реально по ходу другой ПК для этого брать, но тем не менее. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все, с вами был как всегда Химоны, как всегда не забывайте писать комментарии и как всегда кайфовой вам игры.